Кроссовер сегодня выпускает практически все бренды, набирает обороты и еще одна тенденция. Многие на перегонки бросились делать электрические и гибридные варианты. Сразу несколько компаний представили такие модели в классе компактных кроссоверов. Расскажем о самых интересных. Alfa Romeo впервые выпустила гибридный автомобиль, причем сразу с зарядкой от сети. Модель Тонали получила самый острый в классе рулевой механизм и фирменную электромеханическую тормозную систему. В состав силовой установки с суммарной мощностью 275 л.с. входит турбодвигатель 1,3 литра, 6-диапазонный автомат и электромотор. Старт продаж намечен на это лето. Toyota гибридную тему освоила давно и довольно успешно, а вот полностью электрический кроссовер появился только сейчас. Модель с замысловатым названием BZ4X разработана совместно с Subaru и предлагается в двух версиях. С одним или двумя электромоторами. Базовый одномоторный моноприводный вариант мощностью 204 л.с. преодолевает на одной зарядке порядка 500 км. Автомобиль поступит в салоны этим летом. Компания также заявляет, что до 2025 года выведет на рынок порядка 15 полностью электрических моделей. Китайские бренды в последние годы тоже стараются шагать в ногу с прогрессом. Причем у них это получается порой успешнее других. Например, суббренд компании Cherry марка G-Tour готовит премьеру нового паркетника. Название Dasheng в переводе значит «великий мудрец». При этом компания ориентируется на молодежную аудиторию. Отсюда модная безрамочная решетка радиатора. Огромные 20-дюймовые колеса и утопленные в кузов дверные ручки. Кроссовер будет выпускаться в трех версиях. С бензиновыми турбомоторами объемом 1,5 и 1,6 литра, мощностью 156 и 197 лошадиных сил. А также с гибридной силовой установкой пиковой отдачей 326 лошадиных сил. Последнее предлагает полный привод, а запас чистоэлектрического хода достигает 100 километров. На китайский рынок модель выйдет в третьем квартале этого года. Появление на российском также возможно. Кстати, уже сейчас большинство производителей из Поднебесной заявляют, что готовы поставлять в нашу страну модели, предназначенные для внутреннего рынка. Просто делаться это будет по индивидуальным заказам. Так что вполне вероятно, многие из них скоро перестанут быть экзотикой.